Владимирец Анатолий Лебенко в недоумении, почему, преображая места отдыха, происходит уничтожение здоровых деревьев. Так, на проспекте Ленина расширяют парковочную зону, но асфальтирование угрожает трем молодым каштанам, которые в этом году впервые зацвели. Строители проложили асфальт практически вплотную к стволам деревьев, при этом срезав часть верхнего грунта с корней растений. Почему нельзя было отступить от деревьев хотя бы полметра? Почему нужно прямо к стволам деревьев? Разрешения не выдаются в одночасье. Процесс, я знаю, достаточно длительный. Почему нельзя было эти деревья пересадить? То есть каштаны прекрасно переносят пересадку. Главный городской эколог Сергей Сухопаров подтверждает, что все работы на этом участке ведутся с разрешением управления. В результате увеличения парковки пришлось вырубить 19 разных растений. За это город получил компенсацию более 100 тысяч рублей. На эти средства рядом будут высажены новые деревья и кустарники. А трем каштанам, по мнению экологов, ничего не угрожает. Открытой земли достаточно, чтобы деревья развивались. Еще один больной вопрос – ситуация с гибелью деревьев возле Левитановского сквера. Строители в момент укладки плитки полностью забетонировали корни растущих деревьев. Деревья сначала вообще плиткой закатали полностью, потом мы ругались тут с строителями, и какие-никакие круги они сделали. Но, наверное, это маловато. Если не поливать деревья, то подпитка должна у них быть на уровне, ну корни расходятся, на уровне где-то кроны. И то есть практически два метра надо было эту плитку оставлять, а не метр, чтобы как-то эта часть деревьев, к сожалению, погибла. Они и остальные, значит, тоже вызывают наши опасения. Но спасти их можно, уверен главный эколог Владимира. Для этого их будут специально поливать, особенно в летний период. Кроме того, Сергей Сухопаров надеется, что получится возместить потерю. В планах убрать часть тротуарной плитки и высадить дополнительно новые деревья.